Можно сказать, что семья этого авторитета принадлежала к элитному обществу и вовсе не в криминальном смысле. Он появился на свет в 1931 в Ленинграде в семье бывшей аристократки и главного механика Большого Завода. Крестил мальчика Степан Гиль, бывший личным водителем Владимира Ильича Ленина. Но, как и многих подобных семей, их настиг Рок в виде НКВД. Отца увезли в 1937 и больше о нем никто никогда не слышал. Тогда мать, чтобы остаться на плаву, вышла замуж во второй раз, уже за священника. Но потом грянула война и Алексеевы остались в блокадном городе. Вскоре не стала матери, она умерла голодной смертью. Юру передали в детдом, где, применяя природный ум и смекалку, он стал лидером среди сверстников. Там же Юра совершил и свое первое преступление. Когда в детдом нагрянул высокопоставленный чиновник, Алексеев пробрался в раздевалку и срезал с его пальто дорогой воротник. Дети продали мех перекупщикам, а на вырученные деньги маленький лидер угостил всех своих подельников молоком. Воришку быстро нашли и не стали с ним церемониться, поскольку его отец считался врагом народа. 14-летний подросток поехал в исправительную колонию. В конце 40-х Алексеев был уже на свободе, но полученный урок усвоил и воровскими идеями проникся. Судимости тени отца не дали ему пробиться в люди никаким другим образом, кроме как воровством. Он решил стремиться в воры в законе. Пользуясь приобретенными связями, он вступил в Ленинградскую банду, занимавшуюся разбойными нападениями. Их быстро поймали, а при Алексееве было оружие. Поэтому и приговор был внушителен. 20 лет пребывания в советской лагерной системе. Так Юрий поехал на Колыму. Там он сблизился с законником Иваном Львовым. Глыба. Вышел на свободу Алексеев только в 60-х. Уже в статусе вора в законе. Его не привлекали грабежи и кражи. Его ум требовал более тонкой работы. Он выбыл своей стезей антиквариат. Его банда находила так называемых подпольных миллионеров. И освобождала их от излишней собственности в виде предметов искусства. Кличку Горбата авторитет заработал благодаря своему особому маскараду. Чтобы уйти от преследования, он помещал под верхнюю одежду предмет, имитируя горб. И до неузнаваемости менял манеру говорить и ходить. Столкнувшиеся с ним милиционеры видели перед собой немощного инвалида и не принимали его во внимание. Изучая антиквариат, Алексеев и сам стал знатоком и экспертом в этой сфере. С ним даже советовались другие антиквары и просили оценить тот или иной предмет. Он помогал всем и тем, кто приходил к нему из тюрем тоже. Таких людей он устраивал и помогал им заработать, формируя банды. У Горбатова был один и единственный принцип. Он не допускал насилия и крови. И очень долгое время оперативники не могли выйти на его след. Только в 1991-м его арестовали. А через два года авторитет умер в тюремной больнице от рака легких. Так и не дождавшись приговора. Продолжение следует...